Владимир Путин во время переговоров с президентом Турции заявил, что готов к серьезному диалогу при условии, что Украина будет готова принять новые территориальные реалии конфликта. Россия все чаще намекает на переговоры, но все эксперты сходятся во мнении, что таким образом Путин хочет взять паузу для перегруппировки. Комментарии Путина касались четырех южных областей Украины, незаконно аннексированных России в сентябре, включая Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Россия не контролирует полностью ни одну из четырех областей. Нет никаких свидетельств того, что население хотело бы, чтобы какая-либо из четырех областей находилась под российской оккупацией. В заявлении распространенным Кремлем после переговоров говорится, Владимир Путин подтвердил открытость России к серьезному диалогу при условии, что киевские власти уважают известные и неоднократные требования и учитывают новые территориальные реалии. Путин также признает деструктивную роль Запада в переброске оружия в Киев и предоставлении информации и указаний, заявили в Кремле. Заявления Путина стали часто цитируемыми фразами, которую в основном отвергают как ложные заявления о желании мирных переговоров. Пресс-служба президента Турции заявила, что предложила Путину поддержать призывы к миру и переговорам, односторонним прекращением огня и видением справедливого решения. Турецкий лидер пытался выступить посредником, чтобы положить конец конфликту, а Турция помогла заключить соглашение с Россией и Украиной об облегчении экспорта зерна. Ожидается, что глава турецкого государства поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Еще один призыв к миру прозвучал от патриарха Кирилла, главы Русской Православной Церкви, который призвал все стороны соблюдать режим прекращения огня во время празднования православного Рождества на этой неделе. Почти 11 месяцев назад президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину, заявив, что прозападную страну необходимо демилитаризовать и деноцифицировать. Соединенные Штаты и западные союзники раскритиковали военные действия и оказывают финансовую и военную помощь, а также ввели несколько раундов санкций против России. Франция поставила Киеву современную артиллерию, бронетехнику, зенитно-ракетные комплексы и системы ПВО. Соединенные Штаты поставили Украине более 2000 боевых машин, в том числе 477 машин с минными засадами и более 1200 хамвис. В декабре президент США также объявил, что они впервые направят в Украину ракетную батарею «Патриот», самую передовую зенитно-ракетную систему, которую Запад поставил для отражения российских авиаударов. Путин отклонил заявление о системе вооружений, заявив, что они устарели и что российские ракетные системы смогут их сбить. Продолжение следует...